Всем привет, друзья! С вами я, Ольга Архипова. Сегодня я снова совершаю прогулку в горы. Посмотрите. Вы, наверное, догадались, где я нахожусь. Я нахожусь в окрестностях горы Сокол. Скоро я приду на мост, который построил Лев Голицын в XIX веке. Лев Голицын – это основатель новосветского шампанского. В посёлке Новый Свет построен завод, на котором работал Лев Голицын. И делал своё знаменитое шампанское. Сегодня погода пасмурная, посмотрите. Но я решила всё равно сходить в горы. Пока есть возможность, друзья. Там птицы кричат, я слышу. Пока я шла по этой дороге, на меня начали гавкать собаки. Откуда они взялись, я не знаю. Одна стояла на вершине, вторая спустилась и гавкала на меня. Я так боялась, друзья, но не поворачивалась. Она шла за мной и потом убежала. Вот, смотрите, я подхожу к мосту. Вон я вижу, смотрите, перила. В то время они были каменные. Посмотрите, вот они. И вот там наверху, смотрите, вам видно или нет, сидит птица и кричит. Что за птица, я не знаю. Ну вот, я попробовала приблизить. И всё равно её так плохо видно. Она сливается с ветками дерева. Вот, смотрите, здесь у нас находится овраг или пропасть. Как можно назвать? Не знаю, как можно назвать это место. Но здесь всегда текут сильные воды. Особенно после дождей. И вот, не нарушая ландшафта, Лев Сергеевич Голицын построил здесь мост. Потому что ему нужно было ехать по этому мосту на карете того времени. От моста я решила пойти дальше вверх. Вы смотрите, идёт тропочка. И вот я по ней сейчас пойду. Которая приведёт нас к подножию горы Сокол. Мы видим вот такие деревья, покрытые лишайником. Посмотрите. Это вяз. Вот я подошла к тропинке, которая одна идёт направо, а другая тропинка идёт налево, вверх. Я пойду налево, друзья. Потому что направо я уже ходила. Теперь пойдём налево. Куда нас приведёт эта тропинка, вы сейчас узнаете. Вот так вот. Поднимаемся. И вот туда наверх. Любуемся этими красотами, которые здесь открываются. Вот там гора Сокол. Смотрите. и окрестности этой горы. Идём дальше, друзья. Смотрите ещё раз на эти окрестности. коричневые деревья. Это дуб пушистый. Я иду дальше, друзья. Вот смотрите, какое здесь ущелье. И вот такая безмолвная тишина. Немножко, конечно, друзья, жутковато. И картинка серая. Но я решила пройтись. И я пойду. Давно я в этой стороне не была. Вот такая здесь природа сегодня. Сегодня, друзья, 26 января 2023 года. О, сколько сырая тропинка. Надо быть осторожной. Какой можжевельник стоит. Смотрите, огромный. Раскидистый. Посмотрите, какой ствол у него толстый. Ну, я иду дальше, друзья. Многие из вас здесь ходили. Не сомневаюсь. Так что напишите мне в комментариях, ходили ли вы здесь. так, идем дальше. Ну, вот смотрите, друзья, мы вышли с вами на ровную поляну, где росли миндаль. Много здесь было миндаля. Но уже многие пропали. Или по старости, потому что за ними все равно нужно ухаживать. Или от рук человека, который приходил и уничтожал это дерево. все может быть. Сейчас мы видим, как хорошо здесь растут можжевельники. Посмотрите, целая поляна можжевельников. миндаля здесь и не видно. Кое-где стоит миндаль. На экскурсиях вы узнаете, для чего здесь был высажен миндаль. Приходите на наши экскурсии. Будет очень интересно. В источниках вы об этом не узнаете. от миндалевой рощи я иду дальше, вперед. Дорожка простирается среди вот таких деревьев, покрытых лишайником. Вы смотрите, вот сколько их здесь вяза. И вот он весь покрыт лишайником. Такое место как бы мистическое. получается. Ну, отбросим все плохое в сторону и направляемся за красотой, друзья. За отдыхом своей души. Мне очень нравится ходить, гулять по этим местам. мистическое деревья здесь покрытые лишайником. Смотрите. Смотрите, друзья, там уже горы в тумане. Видите, там далеко на горизонте. у нас было очень тепло те дни, а сейчас похолодало. Сегодня утром я встала, было плюс два. Сейчас возможно плюс четыре, может плюс пять градусов. Ну, по крайней мере, руки не мерзнут. Значит, выше, чем плюс два. Смотрите, друзья, отсюда уже я вижу немножко судакскую крепость. Вон она там впереди и город судак. судакская вот я подошла к тому месту, где открывается, смотрите, вид на судакскую бухту. Вот там, смотрите, вот она, судакская бухта. Гора крепостная, где находится судакская крепость. Там немного видно нам мыс Алчак и другие горы в тумане. Сандык Кая, смотрите, в тумане. Шапочка над сандыком. Видите, туманное облако. вот такая погода. Вроде как будет минусовая скоро. Дойдет ли она до нового света, не знаем, посмотрим. Смотрите, друзья, я продолжаю еще идти здесь в окрестностях горы Сокол и вот там внизу, смотрите, какая-то пещерка. вот там овраг, туда не дойти. я продолжаю идти. скользко здесь, друзья. Надо иметь удобную обувь. Если вы пойдете сюда, руки, чтобы у вас были свободны, чтобы можно было придержаться за стволы деревьев и удобную обувь имейте, когда вы идете в горы. Смотрите, какие здесь горы, какая здесь местность в районе горы Сокол. И вот там я вижу город Судак на горизонте. Ну вот, друзья, я подошла к восточной части горы Сокол. Смотрите, и что я вижу? Видите, там гора Останец заостренная такая? Это чёртов палец. Остроконечный утёс Останец называется чёртовым пальцем по легенде. Высота этого пальца 17 метров над уровнем моря. Когда-то здесь летали птицы. Они искали убежище, где им свить гнёзда. И они увидели это красивое место под названием Новый Свет. Они решили здесь свить гнездо. Но увидя их чёрт, прочитал заклятие и превратил их в камни. Но недолго он радовался этому. Бог увидел это и загнал черта под землю. Остался только наверху его палец. Вот мы видим вот этот утёс-останец заострённый. Это чёртов палец. Находится этот утёс-останец чёртов палец над ущельем Шайтан-де-ре. Вы когда едете по дороге из Судака в Новый Свет, напротив этого чёртова пальца находится ущелье Шайтан-де-ре. Здесь также снимался фильм, друзья. Эпизод из фильма «Двенадцать стульев», когда Фёдор залез на эту гору. Помните? Отец Фёдор залез на эту гору, украл колбасу и сидел на этой горе. Отсюда и пошла крылатая фраза «Отдай колбасу, я всё прощу». Видите, там внизу Судакская бухта, мыс Алчак, мыс Меганом, за чёртовым пальцем находится Судакская крепость, там внизу возле бухты мы видим недострой, который строили для водолазов ещё при СССР. Ближе к чёртову пальцу я не хочу подходить, друзья, потому что там опасно, многих людей там снимали, спасатели и я не хочу попасть в эту ситуацию. Я лучше повернусь и уйду обратно. Итак, друзья, мы сегодня гуляли с вами по окрестностям горы Сокол и увидели гору Останец Чёртов палец. Кому интересен было моё видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, рассказывайте, кто здесь бывал. На этом я буду заканчивать. Мне нужно возвращаться уже поздно. Всем мира и добра, друзья! До новых встреч! Продолжение следует...